Итак, правительство рассматривает возможность проведения валютных интервенций для стабилизации курса рубля. Источником финансирования станут сверхдоходы в нефтегазовой отрасли. Приобретенную валюту дружественных стран будут хранить в Фонде национального благосостояния. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, это вынужденная мера, поскольку ни ослабление ограничений на продажу валютной выручки, ни попытка стимулировать импорт не повлияли на общий тренд укрепления рубля. К слову, на сегодня Центробанк установил официальный курс доллара в размере 51 рубля 16 копеек. Одним из путей ослабления национальной российской валюты может стать параллельный импорт. В условиях санкции ухода ряда иностранных компаний из России он восстановит объемы импорта, считают эксперты. Правительство пытается комплексно решить проблему ослабления рубля. Не только за счет возможности оттока капитала, но и в том числе восстановлением логистических потоков, в том числе восстановлением параллельного импорта, то, о чем уже неоднократно говорилось, поиском новых источников импорта. Сильный рубль не выгоден компаниям-экспортерам и бюджету страны. В случае, если курс доллара к рублю в следующем году будет держаться в районе 50 рублей, то дефицит бюджета России будет в районе 2% ВВП, считают специалисты. Ранее первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов заявил, что курс от 70 до 80 рублей за один доллар станет комфортным для российской промышленности. Сложившаяся ситуация вызвала среди чиновников дискуссию о необходимости таргетирования, то есть фиксации курса рубля к иностранной валюте на определенном уровне. Одним из противников этого является глава Центробанка Эльвира Набиулина. Она считает, что попытка вернуть старый курс доллара по отношению к рублю приведет к тому, что он станет искусственным. Курсом управляют номинальным. Либо у вас номинальный курс должен расти, либо это уходит в инфляцию. А для бизнеса все-таки важен реальный курс, реальный обменный курс. Второе, когда мы начинаем управлять курсом, конечно, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики. То есть мы привязываемся к валютам чужих стран. Напомню, что в этих странах сейчас инфляция на 40-летнем максимуме. Это просто еще и, скажем так, импорт этой инфляции. Напомню, что с начала военной операции на Украине курс доллара доходил до 120 рублей за единицу. Однако после введения обязательств экспортеров продавать часть валютной выручки и сокращения импорта, курс доллара к рублю регулярно снижается.